У нас фракция своя, единственная в Николаевской области и всего пять фракций Демальянса на территории Украины. И вот уже год прошел. Если некоторые из вас напомнят, что год назад я давал пресс-конференцию, когда снял в себя полномочия радника головы Жернева и Рады, когда это была Виктория Москаленко, за предательство идеалов Майдана. Для меня лично Майдан, ну, это, имеется, веха в жизни, понимаете, которая все-таки изменила страну. Да и так и у всех здесь присутствующих, наверное. В течение этого года мы занимались своей работой. Валерий Александрович социальные проблемы решает в районе. Кроме этого, у нас единственный на всю Украину, голова сель Рады, Андрей Ботанин. Очень большие перемены делает в селе. Население говорит, что 15-летний, предыдущий за 15 лет председатель, столько не сделает, сколько он сделал за последние полгода. Ну, уже вернуться к событиям 9 мая этого года. Вы все помните, когда пытались отдельные граждане провести так называемый неизвестный марш. И мы, патриоты, сумели как-то этого противостоять, потому что этот марш только назывался неизвестный полг. На самом деле, там были известные личности типа Гончарка, известного сепартиза убитого на Донбассе, под красными заменами с георгиевскими ленточками. После этого, 13 мая, собрались патриотические силы на Большом морской 45, и было принято движение образовать движение Николая ФСОС по противодействию коррупции и сепаратизму в нашем регионе. Затем, появились переговоры с Мериковым, мы неоднажды встречались, и все это было понапрасну. Плюс, ко всему, добавился коррупционный скандал, который потряс, наверное, не только Николай ФСОС, а всю Украину. И 13 июля мы вышли на Майдан. Мы вышли на Майдан, я неоднократно делал голове нашей партии Евгению Натичу предложение, чтобы присоединиться к этой акции, на что получал категорический отказ. Хотя, очень многие члены Демальянса приняли активное участие. События начали развиваться очень интересным образом. За день до приезда президента в наш город, власть, как всегда, попыталась сделать то, что делают нам всегда, разделяя власти, разделить патриотические силы. Было предложено собрать альтернативный митинг. Ну, с теми же требованиями, что у нас. Демальянс пошел по этому поводу в разовор, одни были за други. И, впрочем, в итоге Евгения Матийчук вечером 14-го, у себя на странице написал, у меня есть скриншоп, я вам, если не заинтересуюсь, покажу его, что, цитирую, завтра в Миколаеве будутся две акции. Одна в силу добого пидорда, друга на Собольне об 11-й. И там, и там, где наша практика, яна и пидорда, журналист акции. Но, к сожалению, вышло не так, как она написала. Она возглавила альтернативную акцию. Мало того, как говорится, то, что это инспектировано было властями, какой факт. Президент о том, что стоит в Майдане, вот догнал, узнал только через два дня после отъезда из Николаева. А вот с тем митингом они совершенно случайно встретились и пересеклись в Киевом и Генералской Академии. Значит, у нас на следующий день, вы, наверное, помните, сколько всего в сетях вылилось на демо-авиансах. Один из таких постов я лайкнул. Буквально через несколько дней было принято решение объявить мне выговор. Ну, вы знаете... За лайк в фейсбуке я вам покажу решение. Это хорошо. Это дело в том, что в России уже за это сажают. У нас пока еще нет. Только выговоры. Затем, 6-го числа здесь побывал голова партии Василий Гатько. Как был в этом зале. В итоге, он вечером посетил наш Майдан. Совсем согласился. Совсем согласился. И порекомендовал мне обратиться в бюро партии, чтобы они пересмотрели выговор. Я подал в бюро партии. И... 16-го мне позвонили, 16-го уже июля, о том, что я исключен из партии. Пересмотрели, называется. Все, в общем, то, что происходит в партии Демальянс, в областной организации, связано только с одним человеком, с Евгением Ильичем. За последние месяца полтора мне пришлось, как минимум, 8 человек уговорить от того, чтобы они выходили из партии. Причем это старые партийцы, фамилии не хочу называть, потому что не знаю, чем все это закончится. У нас в партии есть на сегодняшний день диктатура. Правит один человек, и вокруг него, ну, еще эта группа небольшая людей, которые захватили бюро. То есть никакой демократии там и не пахнет. Вот сегодня нам уже говорят, что наша организация, хотя наша самая крупная Демальянс в области, якобы распущена. Хотя никто нам не дал ни решения, ни новозненчинам заверенного, никаких документов. Мало того, Евгения Матичук звонила, мне сегодня могу показать ее телефонный звонок, что нам ничего не надо, когда мы не узнали о том, что уже была пресс-конференция, что не надо ничего проводить, не надо ни о чем говорить. Ну, знаете, мне целый месяц говорили, что не нужно выносить ссор из избы. А я считаю, что не ссор, это мусор. А мусор из избы нужно выносить, потому что по-другому нельзя. Мало того, за последний месяц, когда все это началось, мой адрес поступали, ну, про оскорбление я уже молчу, постоянные угрозы. Но уже дело дошло до того, что кое-кому уже моя национальность не подошла. Я, кстати, тут же обратился к бюро, обещаю, что сегодня в три часа они соберутся и рассмотрят этого человека. Я звоню, никто не отвечает, наверное, вряд ли это все на слова. В общем, Матичук, Евгения, ведет партию никуда. Мало того, нужно еще посмотреть на другой аспект. Человек, который ратует везде за бюджет, за справедливость, сам выплачивает зарплату в конверте и оплачивая налоги. Это уже, кажется, серьезное правонарушение. А у нас есть какие-то доказательства? Да, у нас есть доказательства. Мы никогда просто словами не бросаемся. Наверное, завтра будет поданья в прокурор области. Поэтому мы об этом узнали буквально несколько дней назад. Что человек не оформленный. То есть права человека нарушены. Дело в том, что он ни пенсию в итоге не получит соответствующую, ни стажа трудового у него не будет. Я думаю, что старше, что-то еще добавить. Юрист на Москве, это, конечно, не районный. Я нарушаюсь именно Скольников Александр Николаевич. Фактически я являюсь юристом областной организации, то бишь касательно каких-либо вопросов приема общественности, приема граждан. То бишь оказываю именно определенную юридическую помощь. При этом так же самое я являюсь адвокатом, то бишь фактически со своей стороны именно за нормальным образом юриспруденцию и представляю просто интересы партии фактически на основании просто именно безоплатной основы именно. И учитывая то, что когда я столкнулся с тем, что происходит на сегодняшний день в данной партии, прежде всего мне не понравилось именно то отношение, которое возникло в данный момент. Фактически, когда возникают какие-либо вопросы касательно того, что партия собирается делать, какие движения она собирается именно производить именно касательно того, каких-либо изменений хотя бы в нашем городе, не говоря уже о том, где, либо именно на каком-то украинском уровне. На сегодняшний день уже неоднократно я разговаривал с Матерьевичем Кименом и фактически на сегодняшний день возникает именно все вероятный тот же ответ. Мы не можем ничего делать, мы смотрим на то, что нам скажет Киев, какие Киев нам даст коллективы, мы ничего не будем делать. После того, как Игорь Йосифович начал собирать подписи на распуск нашего облсовета, в партии произошел раскол. То бишь фактически никто не захотел его поддерживать, начали говорить, что это конкретно его инициатива, партия ничего не поддерживает, а собирается именно. И фактически им это абсолютно не интересно, им это не нужно. Они за то, чтобы он может пару каких-либо человек взять, собрать подписи, чтобы их оттуда убрали, а остальные пускай себе работают. То бишь на сегодняшний момент, когда у нас в Николаеве коррупция расцветает, никаких изменений нет, коррупционные схемы действуют на сегодняшний день, то бишь идет просто все взаимосвязано, начиная от наших правоохранительных органов, заканчивая непосредственно нашей исполнительной властью. И именно на сегодняшний день партии, ну абсолютно это никому ничего не интересное. То бишь слаживается такое впечатление, что люди просто играют в политику. То бишь собралась определенная команда, которая ничего не хочет делать именно касательно каких-либо политических моментов. Для них интересно, чтобы далеко не ходить, просто последний пример. Когда я был на отчете о том, что партия сделала за месяц, просто возникали такие вопросы. Мы спилили дерево в одном дворе, там добились, там то дерево мешало именно определенным жильцам дома, мы добились того, чтобы спилить это дерево. Вот сейчас нам там надо пойти, там разукрасить заборы в какой-то цвет. То бишь фактически вот это вот все, что данная партия на местном уровне делает. Когда возникает вопрос, а что же дальше? А дальше мы ничего не можем. То, что нам скажет Киев, как будет такая директива, вот тогда мы будем и работать. То бишь на фактический момент именно, ну, такое впечатление, что просто, когда еще раз я повторю, что люди собрались поиграть в политику, именно, но которые сами не знают о том, что они вообще хотят. То бишь они понимают, что они хотят, но при этом они не хотят никаких делать именно движения, не хотят делать никаких заявлений, а просто мы находимся в партии, мы якобы что-то делаем, мы здесь числимся именно, и все. А дальше нам ничего абсолютно неинтересного. И вот просто на сегодняшний момент, именно так же самое, сегодня прочитал на Фейсбуке один из членов партии, написал о том, что якобы именно жопневая организация ликвидированная. При этом, так же самое, нету никаких документов о его ликвидации, неизвестно, как это все проводилось, именно согласно самого, так же само, устава самой партии, именно так же само, именно определенные нарушения, поскольку можно ликвидировать только в том случае, если меньше трех человек именно составляет, именно сама по себе, именно ячейка. То бишь и на сегодняшний момент, именно возникает именно такой-такой момент, вопрос, что фактически люди не хотят именно, чтобы кто-то либо этим дальше занимался, их все это устраивает, им абсолютно это интересно, а зачем нам кто-то другие, которые будут именно что-то показывать, к чему-то стремиться, к чему-то идти именно. То бишь, в принципе, вот такая позиция, естественно, мы это будем смотреть, будем обжаловать, когда получим все это на руки именно. И, естественно, мы настроены на то, чтобы все-таки партии развести определенные перемены, чтобы все-таки это было не политическая партия, а не какая-либо общественная организация, которая будет ходить перед деревьями, и подкашивать соборы, а именно партия, которая будет непосредственно участвовать в жизни города, в жизни жертвовного района, которая будет стремиться к тому, чтобы все-таки делать какие-либо перемены к лучшему в самой нашей стране, начиная с нашего города. Ну, в принципе, вот так вот, вкратце. Ну, что я могу еще добавить, в разговоре с Горску на прошлой неделе, я немножко не обрался ему пожаловать, он сказал, что решайте свои вопросы на местах сами. И я согласен с Александром, что особые на нас нападки пошли после того, как были переданы обращения трех народным депутатам, ходатайства о распуске областного совета и назначении новых выборов, и после того, как мы инициировали сбор подписей среди граждан Николаевской области за распуск Николаевской областной радости. Ну, это может косвенно свидетельствовать о том, что руководство Николаевской организации партии «Демонианс» плотно сострудничает с существующими властями. Косвенно, может, свидетельствовать. Мы говорим прям, потому что улик, кажется, прямых у нас нет. Но тот факт, что за последние два месяца, за последние полгода, ни одного практического заявления со стороны руководства областной организации партии «Демонианс» не прозвучало. Я хочу, чтобы вы поняли правильно. Для нас, люди, партия «Демонианс» — это одна из лучших партий в Украине. И то, что ее захватили в Николаеве такие товарищи типа Макийчук, ну, надо просто произвести зачистку партии, и партия будет развиваться в нужном, правильном управлении. Игорь Иванович, какие-то конкретные данные относительно исключения вас из партии? Да, я могу предоставить документы. Или ликвидации меня интересуют. Значит, по исключению меня из партии. Вот, значит, про выключение из партии «Демонианс» — Игорь Иосовича. Вот это еще один, может быть, сюда.